У меня есть аффектация. Меня зовут Павлов Андрей Васильевич, я предприниматель. На все вот эти вопросы, которые будут сегодня сети поставлены, у меня свой предпринимательский взгляд. И он зачастую в форме отличается от подхода чиновников, репутатов, различных госслужащих и так далее. Я стараюсь вот эти вопросы изучать очень глубоко, которые компания, как так понимать. Мой бизнес, это продажа и производство обуви, это очень сложный бизнес, рыночный бизнес. Понимаете, ввиду его 30 лет, на этом рынке выжить было катастрофически сложно. Поэтому опыт этого бизнеса, да, он, преломление у меня произошло, как раз, и на все остальные вопросы, которые 10 лет я уже обсуждаю общественные деятели. Наверное, печально, предприниматель должен больше заниматься бизнесом, а я занимаюсь больше общественные деятели. Вопрос мигрантов, мигрантов и политики. Вопрос демографии, это вопрос справедливости. Если в России справедливость, последние 30 лет, видим ли мы ее, да, я считаю, что не видим. Вопрос, эти вопросы платуют, касаются с экономикой. Ну, знаете, как политика и экономика, да, они выходят на все вопросы, они взаимосвязаны. Политика занимается экономикой. Да, поэтому вопросы демократии и миграции я сейчас коротко, за 7 минут, расскажу сквозь признак экономики. Яркий пример миграционной политики. Полный провал. Последняя ситуация в округе, это была как лапу, сколько бумажек. Мало того, в одной группе деловой организации в чате за 5 дней в блоке Ирака, 17-го, 17-го марта, я написал сообщение, где, знаете, такое жесткое сообщение, где было прямо вот написано, ИДИЛ, украинцы, да, жители, ЦРУ, НАТО, уважаемые предприниматели, там стоят предприниматели, вы даже не понимаете, что наш геопатический противник, ну, понятно, кто основной, да, это США, там бог надо, они не использовали и 10 процентов, и 10 процентов наработанного за сотни лет террористического потенциала, да, они же и в Корее, там, да, и в Вьетнам, помню, Напалу нужны, да, вот я когда смотрел, как говорил фокус, да, ну, мне хроники в Вьетнамской войне вспоминали, да, когда вот Напалу, вот выжигали, да, целое селение. Ну, разумеется, 17-го марта меня там чуть перенименовщик поставили, да, и заблокировали. Через пять дней они сказали, а ты откуда знал? То есть, все это можно обратиться у меня в телеканал-канале, дом Павлова, на его смотреть. Вот, возвращаясь в историю, возвращаясь в историю, я вот специально выявил свою презентацию, эту презентацию не готовил к этой системе, как это, это отдельный старт презентации, 4 августа 2018-го года, на Казаргаре. Я там давал интервью и писал, самозанятые – хаос на рынке труда. Самозанятые приведут нам ситуацию в стране к опеку. В частности, самозанятые – это и огромная проблема с мигацией. Понимаете, сегодня в Россию в статусе самозанятый может заехать, условно, любой гражданский террорист. То есть, ты заехал, прилипнул, ты его официально был поустроен, ты не под контролем, 5 программа – компания. То есть, ты можешь спокойно оказывать услуги по доставке, тебе подойдут самокат на моторой, ты грузишь свой коробочек сзади, хоть автомат на колесу укороченный, прикладом тяжело заснуть калашников, хоть тратиловую бомбу, сегодня мы видим, там выхлона привезли, да, кусовская таможня изъяла, заложила и поехал совершать любой тиракт. То есть, я называл вот такие решения депутатов, там, да, Госдумы, там, правительства, федерального искусства, я их называл абсолютно критично. Я их называл еще, вот, повторюсь, восемнадцатый год. Не сегодня, да, когда уже там ситуация назрела, с летим кадровым голодом, да, с такими миграционными проблемами. Так вот, подобными законами, как самозанятые, мы открыли страну, знаете, такая, беспарьерный, такая система беспарьерная, да, для террористов. Приезжайте, заезжайте там, хоть с Киргизи, хоть с Украины, спокойно работайте, без оформления, без ничего. Перемещайтесь спокойно из региона в регион, в любую точку страны. Останавливайтесь, сегодня мы увидели резкий рост этнического криминала и поняли, что подобная тема нам закрывать, закрывать. Какие мои предложения? То есть, у меня всегда еще какие-то предложения там мои, это очень понятно в стране, и должно быть подобное имя, которое должно, не по самозанятых. Особенно, имея право наибольственные границы. Если вы придумали, какой-то коды налогового режима, и если вы решили кому-то помочь, то вы должны помогать. Вы должны помогать первую очередь, только коренному населению. Ну, в первую очередь, там, на территории наших русских регионов, да, где у нас и проблемы как раз с миграцией, там, Наталья сейчас, да, и проблемы с демографией, там, катастрофической. И сейчас я покажу вам еще слайдов. Так. Друзья, у меня не лист, а вот, я сейчас перейду на два слайда и покажу. Вот такой интересный слайд. С этой точки зрения, с этой точки зрения, на проблему демографии не смотрит никто. Ну, еще и говорят, там, вообще-то, миграция, ну, наверное, началась на новых территориях, там, Донбасс, Луганск, там, у нас миграция, поэтому, в этой территории России. В этот тринадцатый год у нас солдатная история была еще. Один и девять миллионов рождаемых стало. Налоговые сборы были примерно десять миллионов рублей. Налоговые сборы на одного родившегося ребенка, на одного родившегося ребенка, были примерно пять миллионов рублей. Пять. рождалось здесь один и девять. Там порядка восемьдесят пяти процентов, по-моему, получше. Что мы получим в четвертом году? А вот это и есть катастрофа. Вот это вот и есть история десятилетнего давления на бизнес, в первую очередь на русский бизнес, на исходную русскую региону, в первую очередь. И мы пришли к тому, что в этом году мы рождаем прагноз «Пословного рауга» в пятьдесят триллионов рублей, а рождаемость – катастрофически низкую. Миллион, сто пятьдесят. Мы знаем, сколько рост на паспортов, ну, точно я не знаю, это миллионы, да, за последние десять лет. В год, по-моему, в прошлом году так, что даже в Кишкистане мы получили сто семьдесят три миллиона тысячи, да, паспортов. Мы все последние годы получали массовые, там, в Киргизию, в Киркестан, там, ну, и прочие республики. Так вот, рост сбора налогов на одного родившегося ребенка, ну, примерно пятьдесят миллионов. Убираем отсюда примерно тридцать процентов. Это как раз дети. Ну, если скажем так, я не хочу тут деньги, как там, русские-нерусские, да, но в целом, доля русских детей здесь резко снизилась. Так, я думаю, что не будет спидеть процентов. Если посчитать реальность, потому что, ну, там, в Московской области мы видим, там, статистику по там, да, там, катастрофы. Там уже пятьдесят процентов рождается от детей, там, бывших мигрантов. Либо мигрантов, либо получишь паспорта, купишь паспорта и так далее. Так вот, за десять лет с пяти миллионов до пятидесяти миллионов, то есть мы с вами слышим день и ночь о какой-то монетизации, там, помощи, не знаю, там, приходит на ипотеку, материнский капитал, детские пособия, еще на что-то, на машину потратить. Блохо слышно. Да вот я тоже думаю, что у меня с микрофоном проблема. А можно я микрофон включить? Я не слышу так. Буду громче говорить так. Мы слышим огромный объем имитаций бурной деятельности, но факт работал. Факт в том, что примерно на одного родившего русского ребенка рост налоговых сборов в этом году, в 24-м году, в 11 раз больше, примерно в 11 раз, чем в 13-м. То есть отбирали в 3 раза больше, по чуть-чуть давали, красиво они все рассказывали. А в итоге, да, ситуация только усугубили. И самое главное, что дальше она будет только ухудшаться. Так, едем дальше. Следующий слайд. Вот еще один слайд, на котором я внимание заострю, потому что у меня 3 минуты и другие спикеры, а потом это продолжим полемику. Вот яркий пример. 2010-й год. Население Чеческой Республики – миллион 270. Где-то году, там, за пару лет до этого, я сидел в Мурус-Мартане у Абтяла Рудинова, он очень уважаемый герой России, командир спецназа Ахмат. Мы у него сидели дома, и с хандалы там забрал. Всю ночь и он мне рассказывал, как в Чеческой Республике будут наводить порядок. Это был, по-моему, 2008-й год. Чечня еще разрушена. Какой-то пора, значит, там наводить, там какие-то дороги строить. Там простых путин и немножко там отремонтировали. И вот мы с ним беседовали всю ночь. Все, что он мне эту ночь говорил, спустя сегодня 15 лет, в Чечне все реализовано. Рост населения – миллион 270. Миллион 533. Тридцать третий год – миллион 800. И это будет реализовано. Мои родные регионы – Новгородская, Константинская. Здесь просто объединим. Вот две области. Мы стартовали с одной точки. Сегодня это уже 1,164. Здесь будет миллион. Есть ли мы, ничего есть, не будет. Минус 20% минимум. Ну, других национальностей, да, там тоже очень большое количество мигрантов сейчас приехало. То есть мы идем к катастрофе. Да, мы просто идем к катастрофе. За счет чего? В Чечне такой рост? Нет, друзья, это далеко. Не, знаете, там, хватит кормить Кавказ, там мы деньгами там залили. А там не пьют. Вот я приезжаю в Грозный, да, там не курят, а там занимаются спортом. А там действительно одноэтажное строительство. Там большие дома, там, да, в селениях, в горах, в самом Грозном, да, большое количество. Там уже тут большие семьи, на 5, по 6 детей. Да, большой уровень теневой экономики. Кстати, это тоже очень важно. Потому что когда в предыдущем свадьбе федеральная нового служба, ну, и лично там, два правительства, начали дарить, в первую очередь, повторюсь, на русское население, то в Чеченской республике ничего не поменялось. Там так была теневая экономика, но эта теневая экономика кормит местное население. Вот есть нарушение, нет нарушений. Очень важно, очень важно, куда уходят деньги, да? У нас лень из кармана, там, русского предпринимателя, а, забирая бюджет, а, б, кто-то еще там увозил из стороны, да? А там, как мне когда-то говорили об Тяну Ивановича Лаудина, вот есть предприниматель, сначала ты построишь стадион, детский садик, отремонтируешь школу, сделаешь парксерский клуб, парксовский клуб, все вот это сделаешь, и потом тебе честь и хвала, строишь свой дом. И не дай, вот ты поступишь по-другому. Ну, у тебя на силе какая-то кара, о которой уйти сложно, да? Потому что, ну, диаспорат, учительская, работает очень жестко, да? Поэтому ты сначала подумай о своих сверегах, а потом подумай о себе. У нас наоборот, да, поэтому, ну, я тут вас, да, успел прокомментировать, у меня их много, да, поэтому, хочу продолжить дискуссию, да, позвать сейчас на сцену. Так, применю Александр Александрович, завеститель директора по научной работе в Иршколе современных социальных наук МГУ имени Ломоносов. Ребят, поставьте презентацию. Добрый день, как меня слышно? Ничего не слышно. Он разойдет, он откуда. Ага, вот так вот, живы? Да, добрый день, я очень большое спасибо за возможность выступить. Тема демографии и миграции в одной секции 30 минут. Две сложнейшие темы. Ну, конечно, в таком формате, вот, гибром обсуждать. Добрый день, да. Нет, я имею в виду 30 на всю секцию. А, сейчас 30, да? 15 минут, хорошо. Значит, продавая миграция. Наверное, один из самых сложных социальных процессов, социально-политических процессов для понимания, для обсуждения. Разные точки зрения, разные позиции. И вот мы уже какое-то длительное время находимся в таком состоянии реформирования подходов к управлению миграцией. В этом мы находимся, наверное, по большому счету, с 2007-го, 2006-го письмного года. И вот в этом что принимается, отчетом мы отказываемся, к чему-то мы приходим. Но год от года появляется самое главное. Очень высокая теневая составляющая. Огромное количество нелегальных программ. Проблемы со знанием русского языка и адаптации, я уже говорил, миграции в российское общество. Проблем очень много. Как вы знаете, буквально несколько дней, как снова инициировано новое вето в нашем миграционном законодательстве. Подготовлен законопроект, внесен. Там есть вещи, о которых мы говорим с 2013-го года. Есть вещи, о которых, допустим, цифровизация с 2018-го года. Но экспертное сообщество утвердит, что эту сферу однозначно нужно цифровизовывать. Однозначно нужен учет, однозначно нужно строить. Более того, это сделать не так сложно в концепции миграционной политики 2018-го года. Примерно треть всей концепции была посвящена именно цифровизации. Но пять лет это не двигалось. И вот сейчас мы видим, как целый ряд очень правильных по нашему минию законодательных инициатив ушло в парламент. Посмотрим мы на выходе, что будет. Но, опять же, все, что связано с контролем, все, что связано с цифровизацией, мы однозначно ужесточением определенных требований, но мы однозначно поддерживаем. Теперь, если позвольте, я немножко по слайдам пройдусь. Значит, во-первых, вот некоторые данные. Значит, в России в 2022 году на миграционный учет было поставлено 16-20 миллионов человек. Из них 11 миллионов, то есть 17 миллионов, указали трудовую деятельность. Это факты постановки на учет. Значит, в реальности, если пересчитать, то практически в серии, там, 17 миллионов, в турельной степени, ну, пускай, 15 из них, это въезд с рабочими целями, эксперты, и сотрудники МВД говорят о том, что для пересчета количества фактов въезда на людей, а мы, представляете, находимся пока в таком родине, где-то нужно на 2-2,5-9. В общем, это первое. Второй момент. Ну, то есть, условно, где-то в России 7-8 миллионов иностранных мигрантов. Это мы о потоке говорим. О контингенте вообще очень сложно говорить, сколько находится очень долго на территории. И вообще, мигранты различные категории, постоянно перемещаются внутри различных статусов, езжают, выезжают, доходят для бедного жительства, потом снова какой-то другой статус, учебные мигранты также перемещаются. То есть, вот это сфера, в которой будет постоянно социальная динамика, с очень высоким нелегальным компонентом. Это вот нужно определить. Вот смотрите, оформлено 2 миллиона патентов и 95 тысяч различий на работу. Уже у нас исходится примерно 8 миллионов находится. Патентов, обратите внимание, сколько. Да, у нас есть мигранты ЕС, которым не нужно, но это уже ограниченное количество. Вот отсюда мы получаем примерно 2 миллиона иностранных работников у нас в нелегальном статусе. Цифра огромная. Ну и последнее иностранными работниками было переведено 52 миллиарда долларов в 2021 году за рубеж и денежный перевод. Значит, зачем я эту статистику вам показал? Затем, что последняя статистика, которую я могу показать. Значит, для чего-то управление по миграции МВД закрыло данные по бабке этого года. То есть, теперь мы с вами, вот экспертное сообщество, а не знаем. У нас теперь нет информации. Почему так это случилось? Теперь мы не будем знать, не поместить. Очень была хорошая статистика на сайте МВД, но теперь ее нет. Теперь даже вот эти данные невозможно будет получить по запросу. Поверьте, это будем получать, будем эти данные получать, будем анализировать. Но, опять же, экспертное сообщество потерял еще один инструмент анализа, то есть, получение билижных данных о трудовой миграции. Теперь дальше пойдем. Значит, насколько вот эти вот выводы верны о численности? Вот наша одна из моделей, которую мы считали в 2019 году, в зависимости от денежных переводов, сколько у нас трудовых миграций. Вот если мы не будем брать учет, а только остановимся на тех деньгах, которые переводят, это модель экономической отталчивости от количества денежных переводов на родные миграции. То мы примерно получаем такие же числа. 7,4 миллиона находится, и примерно 4,6 не сдокументированных, но внутри еще миграции изъявлены. Я вот второй раз повторяю эту цифру. Минимум 2 миллиона нелегальных миграций. Что это значит? Это неуплаты налогов в огромном количестве. Второй момент. Оценить рынок сопутствующих нелегальных услуг. Ну, вот мы сейчас некоторые мазками пройдемся, и вы поймете, какие деньги вращаются внутри этого рынка. Значит, в нас там году мы провели большой очень опрос, логически опрошивая мигрантов. Порядка 5 тысяч человек в России. И главная задача была понять, какие там аспекты адаптационные у нас салегономические, культурные и так далее. Обратить внимание. Значит, плохо могут объясняться на русском языке, либо очень плохо, либо плохо примерно 14, ну 15, условно, процентов преспондентов наших. Так же еще там 41% говорят, что в целом они говорят хорошо. И вот очень часто из вот этих данных, подобных данных, делается вывод, что ну в принципе, основная масса мигрантов в эритонской языке. Ну это совершенно не так. Во-первых, вы никогда не опросите людей, которые не говорят на русском языке. Все. Это сразу. Когда вы видите такие данные, у вас сразу должны вопросы к себе. А как бы существуют там определенные механизмы, когда МВД проводит там определенные операции, если вам как-то не опроситься и попрашивать тех, кого они задержат, там данные, конечно, вообще смажешь. Значит, далее. Вот из этих, кто плохо может объясняться и так далее, они тут, в данном случае, здесь все и так далее, как они получили сертификаты на знание русского языка. Это следующий очень большой вопрос. Значит, по нашим моделям, примерно, на территории Российской Федерации находится минимум, коллеги, минимум, один миллион мигрантов, которые практически не говорят на русском языке. Один миллион. Дальше. Это не масло, которое ровным слоем по Петерброду так размазывается, и дальше социум, исходя из литеральной концепции, начинаем с адаптировать. Нет, они локально сосредоточены. Это пик. Второй момент. Если этот один миллион находится на территории, и, ну, как бы, плохо говорит, но имеет сертификат, обратите внимание, сколько сейчас в Телеграммах совместят, управляется в битве, когда из Сахарова стоят люди, не говорящие на русском языке, но имеющий сертификат. Называется сумма, сколько примерно это стоит на мегальном рынке. Если вы умножите два миллиона на эту сумму, на миллион на эту сумму, то сумасшедшиеся получились. Лендарь. Теперь, что касается по сферам, это, естественно, оброс гиганты, гиганты и, естественно, знающих, которые могут как-то говорить на русском языке. Значит, у нас наибольшее количество людей, которые хорошо говорят на русском языке, это, естественно, транспорт, торговля. Там, где идет процесс взаимодействия с местом населения, там идет ускоренное обучение русского войска, потому что здесь необходимость. А вот строительство, сельское хозяйство, ЖКХ, да, да, нужно. Маленький комментарий. Да, слышно? Ну, транспорт и торговля, там же надо еще договориться, да, там надо сказать, давайте наличные, понимаете, убедить на русском языке. Скорее всего, вот эти фразы, они особенно хорошо выучили. Мы сейчас это видим, да? Потому что в торговле и в транспорте идет огромный, там, апнад, так мы займем, на сотни миллиардов рублей. Опять же, вот, главное здесь, наверное, проблемная история, связанная с нелегальной миграцией, на наш взгляд, это именно концентрация и формирование анклавов. Вот, вот, как только анклав формируется, далее, ну, вот, очень хорошо, это очень, конечно, французский опыт, как только формируется анклав, начинается изменение этнического состава в школах. И это очень большая проблема, то, о чем тоже сегодня скажем. Значит, французский опыт показывает, что, ну, родители детей-мигрантов постоянно работают. Вот, я сейчас покажу, сколько они работают. Конечно, у них нет времени, да, давайте честно скажем, и квалификации, рассказывать ребенку про русскую литературу, о русской поэзии, о русской истории. Они приехали оттуда, почему-то же новая генерация, где давно, ну, демонтирована система советского классического образования. И чему там учили родителей, это уже очень большой вопрос. В результате, ребенок не может получить ту помощь дома, приходит в школу, в школе, плохо знающий язык, ребенок требует либо отдельного внимания, и учитель постоянно начинает работать с ним, либо учитель просто не работает с ним, и работает с детьми, которые хорошо работают по-русски. Вот, во французских школах очень быстро в генто произошло вот это разделение. Родители начали забирать детей, французских, из школ и переезжать, покидать этот район. В результате цена квадратного метра жилья стала падать, она, квадратный метр жилья и жилье стало еще более доступно для мигрантов. И вот именно вот этот механизм стал приводить к появлению генто во Франции. А потом уже узнают, там, по-русски машины и так далее, и так далее. Но один из первых триггеров – это вот изменения в школах. Дальше остается в процессе очень сложно, потому что после него идет выталкивание местного населения Израиля. Так, кто не хочет. Ну, давайте ради экономии времени я пропущу этот слайд. Вот смотрите, продолжительность рабочего дня. Сколько мигрантов работают? Ну, конечно, не работает ни по трудовому кодексу. И вообще вот в экономической науке много очень исследований, которые говорят, что дешевый труд, он, собственно говоря, противостоит и автоматизации внедрения новой технологии. Но технология дорого, да, вы получите потом экономию, сдержек, объем выпуска, волос увеличите и так далее, но это дорого. А сейчас вы можете нарастить выпуск за счет того, что будете брать мигрантов без документов, заставлять их работать большое количество времени. И вот смотрите, среди мигранты работают от 8 до 12 часов. Четверть работает еще там более 12 часов. Что это значит? Это значит, любые инициативы, связанные с обучением здесь, в культуре, какие-то курсы образовательные, какие-то миграционные ресурсные центры, о которых тоже 20 лет говорится. И слава богу, что они не создаются. Потому что иммигранту некогда туда ходить, или нет времени на это. Я к этому тоже немножко дальше вернусь. Вот еще три минуты. Да, я сейчас очень быстро. Значит, далее, величина заработной платы. Есть миф, что иммигранты получают меньше местного насилия. Иммигранты сейчас очень хорошо получают. Да, они работают без выходных, работают больше и так далее. Но у этого есть определенные аспекты. Давайте, о какой он тогда придется? Так что нам нужно сейчас в реальности? Во-первых, нам нужно посчитать, сколько нам нужно реально трудовых мигрантов. Да, есть динамика, ограниченная крюс, все понятно. Но определенные категории нам нужны, сколько и так далее. И именно после этого надо переходить к системе кортнабора. Кортнабор и расчет конкретной численности иностранных мигрантов – это две зависимые мировоззрители. Далее, опять же, нам нужно внедрять новые технологии. Вот дефицит, нам говорят, дефицит труда, не хватает людей, так далее. На спарах ВЭД, на транспорте и в логистике, у всех этих человек. Это те сферы, которые уже сейчас могут активно автоматизироваться, активно внедряться. И в России все-таки Владимир Ильич об этом сказал в своем интервью, что главная задача – это не привести сюда большое количество людей, а увеличить среднюю производительность труда. Вот это наша главная задача. А потом уже мы недостающие лакуны должны заполнять внешние трудовые силы, еще что-то, переспределение внутри страны. Далее, об этом уже сказала активная цифровизация. Конечно, личные кабинеты, цифровой портрет мигранта, работодатель – все должно быть в цифровой форме. Отсутствует личный кабинет у мигранта, депортация. Все, в таком случае у всех будут личные документы, ID-карты и так далее. Здесь он жесткий, очень режим будет. Усиление роли русского языка в странах места. Здесь поздно учить, все, здесь люди работают. У нас есть такой ресурс, ну, русский язык должен быть как минимум более высокого статуса, как максимум вторым государственным в странах инфляционных донорах. Наш телевидение должно быть там, в широком диапазоне, широкий набор каналов. Детский канал должен быть на русском языке, этим должен быть заняться. Чтобы люди уже сюда ехали. Если ехали, то понимали нашу культуру, знали обычаи, хорошо кладали на русском языке. Опять же, ребенок мигранта имеет менционное право пойти в школу. Минпросвещение об этом рассказало. Но если он не знает язык, что ему там делать? Вот Минпросвет говорит о том, что нельзя не давать возможность ребенку учиться в школе. Но если он язык не знает, конечно, нужна доязыковая адаптация. Чтобы ребенок до попадания в школу хотя бы какое-то время учил язык на уровне, чтобы он мог понимать учителя. Не вижу здесь никакого нарушения прав. Мы, наоборот, помогаем маленькому человеку адаптироваться. Естественно, превращение зон компактного проживания. То, что от котельников происходит, я думаю, вы все знаете, это яркий пример. Зоны компактного проживания – это очень большая проблема. Наша задача – не повторить французский опыт. Ну, про оргнобор я уже сказал, крупный бизнес, то должны, если я принимаю отмигрантов, только после дня оргнобора. И человек должен работать именно там, где он подписал контракт, в этом регионе, в этой компании. Не получилось, выезжай, снова проходи процедуру оргнобора и въезжай со стороны. Не надо шататься по стране, и когда мы не понимаем, где миганты находятся и сколько. Ну и последнее, конечно, нам нужно включать инвестиционную структуру активную. Общественный контроль должен включаться. И какие-то тоже подвижки в этом есть. Андрей, большое спасибо, очень рад, очень очень сложное время. Спасибо, что пригласили.